Всем привет! Сегодня мы с вами отправимся в самые странные места, которые вы когда-либо видели. Если вы до сих пор думали, что Япония это только мегаполисы с небоскребами и императорские дворцы, то вас ждет немало сюрпризов. Начнем с одного из самых необычных мест, расположенной на острове Тасира. Кошачий остров, как следует из названия, населяет огромное количество кошек. Ни один любитель кошек не должен пропустить поездку на Кошачий остров во время своей поездки в Японию. Благодаря прессе и интернет-блогам общественность узнала об этом уникальном месте, после чего остров стали посещать туристы и любители кошек со всей Японии. Парк Йоро – это вершина творчества японского архитектора Сюкаку Аракава. Этот парк отдыха является перевернутым миром, поскольку он в корне меняет привычное представление человека об окружающем пространстве. Отличием парка является отсутствие в нем ровных территорий, все участки наклонены и перекошены, а дополнительное создание сооружений и искусственных деревьев в разных масштабах заставляет человека терять чувство ронавесия. Мы уже побывали на острове Кошек, а теперь настало время посетить Кроличий остров. Главной достопримечательностью являются необычные местные жители – многочисленные дикие кролики. Более 700 пушистых обитателей, которые свободно бродят по территории и с радостью контактируют с людьми. Несмотря на то, что зверьки дикие, они достаточно ручные и без страха встречают туристов, запрыгивая к ним на колени и принимая в дар всяческие угощения. Когда-то в деревне Нагора жили тысячи людей, но со временем все больше и больше жителей уехали из этих мест в поисках лучшей жизни, что сделало деревню тихим и жутковатым местом. Поэтому некоторые местные жители решили превратить пустующую деревню в популярную туристическую достопримечательность, заменив пустые места и дома сотнями чучел, потому что до сих пор это место было недостаточно странным и пугающим. Это знаменитый японский национальный приморский парк Хитачи, занимающий на данный момент ни много ни мало 120 гектаров. Хитачи в переводе на русский язык означает «рассвет», и это вполне оправданное название, ведь столько красок и солнечного света трудно найти еще в каком-нибудь другом месте. Парк буквально цветет круглый год, сменяя сезон цветения одних растений другими. Если вы думали, что посетили уже все странные места Японии, в которых обитают животные, то вперед в лисью деревню, она находится глубоко в горах в Мияге, там полно свободно гуляющих лисиц. Лисы ручные, но все же полудикие. Эта лисья деревня на самом деле является обширным зоопарком, в котором вы сможете не только увидеть, но еще и покормить и погладить этих прелестных существ. Отчего еще вы хотели от турне по самым странным местам Японии, как не гигантского робота весом в 35 тонн? Эта статуя стала главной достопримечательностью столицы Японии. Ажиотаж поднялся невероятный. Большинство фанатов сходятся во мнении, что робот оказался невысок, всего 18 метров. Если поездка на пароходе в форме лебедя со смотровой башней в его голове – это именно то, что вам нравится, то это определенно для вас. Во всем мире существует несколько канализационных туров, но особенностью этого проекта являются почти 65-метровые резервуары и огромная подземная система с мощными гидронасосами, способными перекачивать 200 кубических метров воды в секунду. Вы знаете о проблеме размытых снимков? Когда пытаешься сфотографировать плавающих в аквариумах рыб и других подводных обитателей, кажется, японцы решили эту небольшую проблему, заморозив их и лишив подвижности. Для того, чтобы заморозить будущих обитателей ледяного аквариума в естественных позах и сохранить отчасти живой вид, был использован специальный способ заморозки. Технология заключается в том, что емкость с водой, в которой находятся рыбы, замораживается моментально. Этот способ называется флеш-заморозка. Ну что ж, на этом все. Я буду очень рад, если ты поставишь лайк и подпишешься на канал. А также я буду несомненно рад, если ты посмотришь 20 лайфхаков для владельцев кошек, которые упростят жизнь вашему коту. Субтитры создавал DimaTorzok